Чужой беды не бывает, и в жизни всегда есть место подвига. Очень часто эта фраза становится жизненной правдой для наших земляков, брестских пожарных спасателей. Они, уже неоднократно знающие, чем пахнет огонь, не утратили чувство ответственности. Это качество привело их на службу по чрезвычайным ситуациям. В сочетании с чувством долга оно руководит ими. И по сей день брестские спасатели-пожарные – это сплоченная команда. Команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы в буквальном смысле слова. Сегодня все спасатели страны сделают доброе дело. Ну а сегодня, изучая ситуацию, самое главное – по профилактике, предупреждению о гибели людей от пожаров, так как в начале года был всплеск, она не сковоранивает, но тем не менее мы не успокаиваемся. И ребята действительно работают ответственно, подходят к этому. И есть результаты. И надо сказать, что в том году 15 лет подошли с неплохими результатами, хотя мы всегда говорим, пока происходит трагедия, гибнут люди, значит, мы работаем недостаточно. Мы – это все субъекты профилактики. За четко сформулированными словами главы ведомства МЧС стоит великая гордость за тех людей, которые служат в структуре. Гордость за то, что люди они неравнодушны, что исполняют свой профессиональный долг, как настоящие мужчины. Мужчины с большой буквы. Служат не за ордена и медали. Хотя для каждого из тех, кто собрался в зале Брестского управления МЧС, весьма важна оценка их нелегкого опасного труда. Сегодня, значит, по поручению главы государства я вручаю награды за безбрежную службу именно ребятам, которые заслужили своим трудом, своим отношением, которые способствуют процветанию нашей страны. В первую очередь, конечно, я буду их благодарить за работу. А пожелание? Пожелание такое, чтобы мы больше времени уделяли оттаченцу мастерства на полигонах, на учениях, на занятиях и меньше было вред. И задачу какую-то поставите перед тем коллективом? Задача перед нами стоит. Она поставлена главой государства, она поставлена нашими функциями, задачами. Надо их четко и сложно выполнять. Указом президента Республики Беларусь 21 февраля 2014 года за образцовое выполнение служебных обязанностей медалью за безупречную службу третьей степени награждены 15 сотрудников МЧС Брестской области, прапорщики и офицеры, водители и диспетчеры, управленцы и инструкторы. Все они пожарные спасатели, поскольку от работы одного человека зависит слаженность работы команды. С чувством некого трепета выходил получать заслуженную награду и подполковник внутренней службы Юрий Дородкевич. Тревога. Приятная тревога, наверное, прежде всего. Ну и все-таки, наверное, то, что мой труд все-таки кем-то оценивается, и он правильный, наверное, и на благо нашего народа, нашего управления, нашего министерства. Программа «Максимум» – развивать наше управление, стимулировать и все делать для блага нашего управления и нашего министерства. Это прежде всего. Ну и самому повышать свой жизненный опыт и свои жизненные навыки.